...пояцем, артистом, московским, да? Честно, Серёжка, я не думал о том, кем я хочу стать. Я, знаешь, я в школе очень хорошо учился. Я не удивляюсь. Я был отличником, но я был отличником с ужасным поведением. Поэтому меня все очень любили. Что в твое ужасное поведение? Я всегда вас умеет, я всегда срывал уроки, я первый. А не, а здесь, чтобы вот это, вы опять вернули. Учителя меня просто... ...ненавидели многие, и говорили, что... ...враг не дрем. Как ты думаешь, все наши гости не уснули ещё сейчас? Гости? Да, гости спят уже, да. Ну что ж, а мы продолжаем трансляцию из клуба «Свет ночи». И напоминаем нашим зрителям, что если они подключились именно сейчас, то они сейчас увидят передачу, которая называется «Обогнать трек». То есть сделать песню за 45 минут, то есть за урок. Я не даром начал тебя спрашивать. А мне, кстати, очень нравилась твоя... Ну, такой лозунг, да, к слову, да. А ну-ка, селекарный механизм, а ну-ка, people. Ну-ка, people. Ну-ка, people. Это как бы давно почти всё говорили. А ну-ка, people, people. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. Времена менялись. Да, вот сейчас вот эта фраза «people хавает», да, а мы меняемся. Мы её трансформируем 4, мы её обгоним. Нет, мы можем сказать, что «people хавает» фраза поменялась на фразу «people с хавал». Эту передачу и теперь хочет хавать ещё. Ну, например, предположим. Ну, это мы скажем после, хотя бы когда мы выпустим эту передачу. Слушай, а тебе не сказать, что удивляла фраза «люди», когда относились к тебе? Вот эти вот «люди» и в третьем лице к тебе. Меня, знаешь, что бесит? Меня бесит, когда ко мне обращаются ребята. Ребята, давайте вот не будем. А ты стоишь один, да? Да, да. Я говорю, какие ребята, где вы видите ребят? Я тут один, кстати, говорю такие ребята. А что вы говорите? У меня просто сомневает. Мне нравится. Надо мне говорить ребятам, что, не знаю, что я люблю, а что я завожу. Да. Все, о ком мы ещё не рассказали. Мы не рассказали о наших замечательных ребятах, которые, ребят, на самом деле. Ну, это короче. Ну, да, я хочу рассказать о наших ребятах, которые... Это настоящие мужчины? Настоящие мужчины. Три настоящих мужчины. Один из них к тому же Бэнг. Минга? Как Бэнг. Вот представь себе, вот ребята, которые ты хоть и говоришь, что тебе не нравятся, что они ребята. Ну, ребята, на самом деле работают. Обратите внимание, что они работают. Если бы вообще благодаря этим ребятам, собственно говоря, нас могут видеть и слышать. Благодаря этим ребятам... Мы-то можем с тобой всё же удобно говорить, и даже, может быть, прикольно, только об этом никто не узнает. Если не будет ребят. Если ребят не будет, то другие ребята не услышат. А ребята не древние, правда ли? Ребята, да. Ребята, спасибо вам большое. Вот смотрите. О! Какая прекрасная. А это ребята дают о себе знать, что они здесь. Послушайте. Ребята, это же ведь производное слово ребят. Рибя. Что вы, Рибя? Рибя это рыбье или что-то такое другое? Ребята, вчера пришла в голову прекрасная мысль снять микроролик, когда человек долго стоит и разговаривает с аквариумом, а разговаривает, разговаривает. Это ролик какой? Послушай, а потом рынки сложили слово «да пошёл». То есть они ему объясняли, объясняли, а потом они взяли так и стали так хвостиками, и так сложили себе рукой. Это какой-то политический ролик. Политический ролик. Ты в курсе, что... А ты, кстати, за кого голосовать будешь? За кого голосовал, ты, собственно. Нет, как запропа утром 4 марта. 4 марта, это 2028 года. Нет, 12. Не уходи. Может быть, просто я имею в виду. Такой бы уже прошли. Я обтрою, по диапазону. Разве ты не в курсе? Может, просто это заморить не надо? Завтра 8 марта. Ты гость из будущего? Выборы уже прошли. А ты гость из будущего? Нет, просто не уходи. Женский диапазон. Скажите, друзья мои, у вас есть ещё сколько времени для того, чтобы вы оставили своим дорогим исполнителям исполнение этой песни. Мы уже можем... Рыба есть. Да? Да. Ну что ж, друзья. Сергей Арнульевич, проиграйте какую-нибудь па-па-па-пам. 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 Ну что ж, друзья, мы хотим запускать исполнителей. Рыбок. Запускать рыбок в аквариум. Запускать исполнителей. Я хочу напомнить всем, что сегодня в нашу передачу по большой красивой мраморной лестнице спускаются замечательный коллектив. Очаровательные. Очаровательные исполнительницы. Это группа «Федерация», друзья мои, под управлением почётного работника культуры города Москвы Вячеслава Иосифовича Белина. Девчонки, в студию. А вот и они. А вот и они. А вот и они. Паянчик, может, и. Какие женщины. Серёжа. Да, да, да. Дай немножко воздух. Дай воздух, конечно. Дай воздух. Паянчик вам там не мешает. Забери этот тоже. Ну что ж, привет, девчонки. Привет, привет. Привет, привет. Вот она группа «Федерация», друзья мои. Ну что ж, я хочу представить вам группу «Федерацию». Смотрите, какие три очаровательных, я хотел сказать, блондинки. И понял, что ты тоже блондинка, только немножко такая русая блондинка. Серёжа, можно я тебя попрошу? Да. Это эксперимент, как и всё сегодня происходящее. Ты можешь ещё, кроме слова «очаровательные» какие-нибудь эпитеты про этих девушек? Пожалуйста. Замечательные. Так. О, талантливые. Так. Ты крадёшь у них время, я не пойму. Я ничего не краду. Я держу список на тобой, потому что я представил группу «Федерации». Ты должен их по имёнам представить. А, федерация, значит, первый номер Алена Азарова. А, где у нас… Аплодисменты, друзья, у кого есть руки. Аплодисменты. Аранжировщик сойдёт с ума скоро. 4 действия. Читай. Катерина Кабанова, номер 2. Катерина Кабанова. И номер 3 Лариса Верболицкая. Я прошу прощения за моего соведущего. Вы знаете, не всегда бывает возможность нормального человека пригласить в нормальную передачу. Поэтому нам приходится приглашать иногда и не всегда нормальных людей. Потому что, когда он начал объявлять девчонок номер 1, номер 2, номер 3, все посмотрели туда, куда надо посмотреть. Ты думаешь, я не подготовил именно этот? Я понял, что ты… Я так тонко хотел, ты взял. Не надо плевать мне на биджат. Зимней, пожалуйста. Девчонки, скажите, пожалуйста, вы в курсе, что происходит сегодня на нашей съёмочной площадке? Нет. Да, да, сочиняют песни. Видите, сколько времени осталось вам для исполнения этой песни? В шоке? Звёзды в шоке. За такое количество времени вы когда-нибудь писали песни, вам осталось немного времени для того, чтобы уложиться в эти 45 минут. Давайте болтать.